На театральные подмостки Нижневартовска выйдет Айболит. Сейчас в театре юного зрителя города работает известный режиссер-кукольник, лауреат Золотой маски и Золотого софита Петр Васильев. Спектакль о добром докторе станет дебютной работой для Нижневартовского Тюза. Напомним, что с недавних пор так называется кукольный театр Барабашка. Впрочем, совсем от кукол в Тюзе не отказываются. Появятся они на сцене и в новом спектакле. Премьера назначена на 27 апреля. На одной из последних репетиций побывал Алексей Шабанов. Съедено. Видно? Гениально. Не даже ухвало, да? Ну, милый мой, ну кто же вот... Лауреат Золотой маски Петр Васильев импровизирует на медицинские темы. Репетиции в таком режиме идут третью неделю. Для кукольной постановки оптимальный срок. Тем более, что основная работа проведена в подготовительный период. За три месяца спектакль, словно комикс, был разрисован на сцены. Претерпел изменения и текст Чуковского. Там же не написано пьесу, в которой расписаны диалоги. Да, там очень много авторского текста. И надо было в первую очередь решить эту проблему, чтобы не возникло ощущение на сцене, что мы что говорим, то и показываем, дублируем одно другим. Оставить минимум текста и положить его на музыку. Спектакль «Доктор Иболит» уже был в репертуаре Нижневартовского театра. Теперь появилось новое видение и новый доктор. Роль одного из любимых детских персонажей досталась актеру Анатолию Нестерову. В образ он вложил большую толику своего детского восприятия сказки. Артисты, они, в общем, до пенсии дети. Если не будет вот этого момента озорства, игры, то, ну, может ничего не получится. То есть эта игра, она остается с артистом всегда. Именно это позволяет ему перевоплощаться, делать какие-то вещи, от которых зрители в зале говорят «ах». Айболит – единственный персонаж, который полностью работает с живым планом. Остальные действующие лица – куклы. Ну как, теперь не болит? Не болит. А еще? Не болит. А еще? Не болит. И еще? Не болит. Еще, еще, еще. Вот таких замечательных кукол придумала и нарисовала художник Алевтина Торик. Они просто олицетворяют чудодейственное мастерство доктора Айболита. Вот такая грустная кукла приходит к ним на прием. А вот такая веселая уходит. Так рождается сказка. Хорошо знакомая и новая. Какой она будет до конца, не знает и сам режиссер. Как любой творческий человек, Петр Васильев положительно относится к импровизации. Если, конечно, она идет на пользу спектаклю. Тут, как в медицине, главное не навредить. Это доктор Айболит прекрасно знает. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.